Позволь мне спросить тебя кое-что, хорошо? Ты веришь в Библию? Да, я верю. Что это Слово Божье? Да, так и есть. На сто процентов, в которой нет ошибок? Верно. Подожди, подожди. Он сказал, что Евангелие от Яна написал Иоанна, и я ему сказал, что это не так. Хорошо. Позволь мне спросить кое-что. Если ты веришь, что Библия – это Слово Божье, Слово в Слово, Буква в Букву, в которой нет ошибок, прочти это для меня. Это вторая книга царств? Да. Азохии было 22 года, когда он стал царем, и он провел в Иерусалиме один год. Как звали его мать? Его мать звали Гафолия, и она была дочерью Амврия, царя Израиля. Хорошо. Сколько ему было лет, когда он стал царем? Ему было 22 года. Я могу сказать, что ты проповедник. Хорошо. Второе лето без 22-2. Прочти для меня. Азохии было 42 года, когда он начал править, и он правил в Иерусалиме один год. Его мать звали Гафолия, и она была дочерью Амврия. Так ему было 42 или 22. Сколько хочешь. Но это ведь противоречие прямо здесь, правильно? Это не противоречие. Хорошо. Позволь мне спросить кое-что. Сколько тебе лет? Мне 30. Так что, если я скажу, что тебе 45, а тебе 30, то это противоречие, не так ли? Да ладно, бро, здесь же всё ясно. Ты пытаешься, взяв один стих, судить о всей Библии. Подожди, подожди. Видишь все эти закладки? Это не только один стих. Я понял тебя. Хорошо. Раз ты хочешь узнать о других, я покажу тебе. Вторые хроники 36.9 Да, ты продолжаешь возвращаться к королям и их векам. Но это ведь противоречие. Они как бы... Ты не можешь основывать всё. Ты не можешь сказать, что слово Бога противоречит из-за возраста и количества королей, и сколько им было лет. Я понял тебя, бро. Без проблем. Ранее ты сказал, что ты веришь, что это стопроцентная правда. Никаких ошибок, никаких противоречий. Всё верно. Но сейчас, прямо перед тобой, я показал тебе чёткие неправеджимые противоречия. Но я могу... Хорошо говори. Я могу показать тебе, где Библия говорит, что Иисус есть Сын Божий. Я понял тебя. Послушай, послушай. Если Библия полна ошибок, как ты можешь верить в эту книгу и положить на неё своё спасение, зная, что в ней есть явные неоспоримые ошибки. Позволь мне показать из Нового Завета, хорошо? Матвей 1.16. И Яков породил кого? Иосифа. Кто этот Иосиф? Муж Марии, от которой родился Иисус, которого звали Христос. Так кто отец Иосифа? Яков, ты уверен? Подожди, подожди, какой это перевод? Это версия короля Якова, которую ты используешь. Я не читал версию короля Якова. Я читаю новую версию короля Якова. Это и есть новая версия короля Якова. Хорошо. Здесь в Евангелии от Луки 3.23. Прошу. Иисусу было около 30 лет, когда он начал своё служение. Они думали, что Иисус был сыном Иосифа. Иосиф же был сыном Ильи. Так кто отец Иосифа? Да, но ты не понимаешь свою разбивку генеалогии. Это не совсем то... Кто отец Иосифа? Да вся генеалогия... Кто отец Иосифа? Отцом Иосифа является либо Илья, либо Ияков. Но один из них неправильный, верно? Братья и сёстры. Прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Вот в чём дело, бро. Вот в чём дело. У тебя не было бы даже Корана, если бы не было Библии. Хорошо, я слушаю тебя. Библия была здесь до Корана. Позволь мне объяснить это. Хотя, продолжай, я слушаю тебя. Ранняя церковь и у ранних христиан были учения Иисуса, а также у апостолов. И ранняя христианская вера заключалась в том, что Иисус – Сын Божий. И Он умер на кресте и воскрес из могилы. Он воскрес из могилы. Да, я слушаю. И благодаря Христу нам были прощены наши грехи. И вот так мы входим в Царство Небесное. Если бы я спросил тебя, как мусульманина, как ты собираешься войти в Царство Небесное? Каким образом? Как вы войдёте в Царство Небесное? Я могу сказать тебе. Нет проблем. Я понял тебя. Первое, ты сказал, что если бы не было Библии, у нас не было бы Корана. Это неверно. Почему? Потому что пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, не мог даже читать и писать. Он не мог читать Библию. И он не мог её скопировать. Нет-нет, позволь мне закончить. Ведь я уважительно слушал тебя. Да, ты сделал это. У нас будет уважительный разговор. Я ценю это. Как тебя зовут? Майкл. Майкл. Ты хороший парень, Майкл. Хорошо. Так что говорить, что если бы не было Библии, не было бы Корана, это неверно. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, согласно единодушному мнению историков, не мог ни читать, ни писать. Не говоря уже о чтении на иврите или греческом. Поэтому, когда Коран был ниспослан пророку, да богословит его Аллах и приветствует, ему не нужно было ничего до этого. И теперь второе. Ты спросил, как я, как мусульманин, могу попасть в рай, в Царство Небесное, верно? Да. Так же, как учили свои народы Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Десять заповедей. Первое, вы должны верить только в единого Бога. Ни три, ни два. Как сказал Иисус, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Затем ты делаешь добрые дела. Не поклоняйся идолам. Как гласит вторая заповедь, не поклоняйся идолам, не поклоняйся статуям, не поклоняйся пророкам. И когда у тебя есть это монотеистическое вероубеждение, и ты делаешь добрые дела, и даже если ты отступишься, то, по милости Аллаха, ты войдешь в рай. Это то же самое послание, которое проповедовал Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммад, мир им и благословение Аллаха. Он пожертвовал собой из-за наших грехов. Ведь по-прежнему ни одно из наших праведных дел не будет достаточно, чтобы войти в Царство Небесное. Так что мы можем делать добрые дела, мы можем следовать десять заповедям. Но угадайте что? Мы все лишены славы Божьей. Но что насчет Божьей милости? Божья милость все еще есть. Она открывается через то, что Он отдал нам Своего Сына Иисуса Христа и позволил Ему умереть на кресте за наши грехи. Но что насчет... Хорошо, продолжай. А как насчет наших грехов? Кто заплатит за скупительную жертву? Мы все верим, что Бог есть справедливость, и Он судья. Да. Потому что у нас есть проблема греха. Хорошо. Как нам разобраться с проблемой греха? Хорошо, я понял тебя. Теперь послушай. Ты говоришь о справедливости. Если я пойду и убью какого-нибудь человека, хорошо? Да. И затем мы пойдем к судьям. Хорошо. И судья говорит, я знаю, что ты убил человека. Но я убью своего сына и отпущу тебя на свободу. Считаешь ли ты это справедливостью? Но он заботится. Нет-нет, мой вопрос к тебе. Считаешь ли ты это справедливостью? Это пути Бога, чтобы спасти нас. Подожди, подожди. Ты меняешь тему. Я не меняю. Если я убил кого-нибудь, это я согрешил. И я стою перед судьей. И судья говорит мне, ты убийца и преступник, но я освобожу тебя. А вот это мой невинный ребенок, который никогда не грешил, будет наказан и убит. А ты будешь освобожден. И каждый преступник здесь будет освобожден. Потому что я собираюсь убить своего невинного сына. Является ли это справедливостью? Просто ответь, да или нет. Я пытаюсь сказать тебе, что говорит Библия. И что Бог говорит о том, что его сын или кто-то должен был заплатить цену. Майкл, Майкл, послушай, почему Бог не может просто простить нас? Это ведь и есть милость. Послушай, если я плохо поступлю с тобой, к примеру, порву эту цепочку, разве ты не можешь просто простить меня? Но должна быть жертва. Послушай, поэтому в Ветхом Завете... Смотри, у меня простой вопрос к тебе. Если я разорву твою цепочку, разве ты не можешь просто простить меня? Я могу. То есть Бог менее милосердный, чем ты? Ты серьезно? Ты можешь простить меня, не прибегая к убийству кого-нибудь. Разве Бог не может просто простить кому-нибудь без жертвы? Ты не Бог, и я не Бог. Опять же, Бог более милосердный, чем ты. Бог более велик, чем ты. И Бог более справедливый, чем ты. Если судья убьет невинного за преступление преступника, это несправедливо. Если ты милосерден до того, что ты можешь простить меня без какой-либо жертвы, то Бог более милосердный и прощающий, чем это. Он может простить нас без убийства какого-либо человека. Для этого ему не нужно убивать своего сына или убивать себя. То, на чем ты строишь свою веру, это книга, в которой есть ошибки. Ты видишь ошибки перед собой. Мухаммад не мог знать о Иисусе и Иоанне без Библии. Еще раз, я доказал тебе ранее, я доказал тебе, что пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, не читал Библию, хорошо? И он даже не умел читать и писать. Но тогда как он узнал о Петре и Иоанне? Как он узнал о них, если он никогда не читал Библию? Как он узнал? Через откровения. Любой может говорить это. Но Библия уже существовала к тому времени. Мог ли он читать? Но Библия, мог ли он читать? Я не знаю. Тогда ты должен узнать. Это как если бы я пришел со своей религией и называл Иисуса Петра и Иоанна, и затем сказал, я никогда не читал Библию. И просто придумал что-то свое. Где в Коране говорится о Петре и Иоанне? Я только что читал ваш маленький буклет, там говорится о Петре и Иоанне. И что они были сподвижниками Иисуса. Ты говоришь о Коране? Я не знаю, это маленький буклет, он говорит об этом. Послушай, Майкл, послушай, я приведу тебе пример. Пророк Мухаммед, мир ему, не знал, что в море есть место, существует пресная и соленая вода, которая соприкасается, но не перемешивается. И он не знал, как происходит развитие ребенка в утробе матери. Как он узнал все это? Правильно. Как? Можешь повторить? Коран описывает развитие плода в утробе матери. И Библия тоже в псалмах. И сейчас, как пророк Мухаммед, мир ему, узнал, что есть пресная вода, которая соприкасается с соленой, и между ними есть преграда? Или есть подводные волны глубоко в море? Пророк Мухаммед никогда не был в месте, где соленая вода пересекается с пресной. Как он узнал это? И что все планетарные тела имеют орбиты? В то время арабы не знали этого. Откуда пророк мог знать это? Я не знаю. Это откровение. Я говорю тебе, это было откровение, неспосланное ему всемогущим создателем, который отправил подобные откровения Аврааму, Моисею, Иисусу и пророку Мухаммеду, мир имя, богословение Аллаха. Прошу. Как я сказал этим братьям, в первом послании Иоанна в Библии, и это то, что я читал, в Коране и мусульманских учениях учат, что у Бога нет Сына, и что Иисус не умирал на кресте. Это то, чему учит Библия. Первое послание Иоанна, пятая глава, говорит, если мы примем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это и есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Кто верит в Сына Божьего, несет это свидетельство в себе. Кто не верит в то, что говорит Бог, превращает его в лжеца, ибо не верит в свидетельство Бога о Сыне Своем. Свидетельство же вот в чем. Бог дал нам жизнь вечную, и жизнь — это в Сыне Его. Тот, у кого есть Сын, имеет эту жизнь. Тот же, у кого нет Сына Божьего, не имеет жизни этой. Это учение Библии. Я понял тебя. Я слушал тебя правильно. Да. Иисус Бог или Он Сын Божий? Он оба. То есть Он полный Бог. Иисус, как фарисеи спросили Его, кто ты? Хорошо. Потому что Иисус говорил с ними так же, как Он говорил со всеми. То есть Он Бог. Да, Он Бог. Знал ли Он всё? Да, Он был всезнающим. Знал ли Иисуса часе? Знал ли Он о часе? Это когда Он был человеком. То есть Он не был Богом в то время, верно? Когда Он был человеком, Он смирил себя. То есть Он не был Богом, когда Он был человеком. Хорошо, брат, позволь мне показать тебе. Но ответь на вопрос. Но я должен использовать Писание. Я понял тебя. Потому что я не могу просто говорить от себя. Да, я привил тебе Писание для всего, что я сказал. Так что я ничего не придумываю от себя. Ты приводишь мне ссылки из Писания, чтобы показать, что Библия противоречива. Да, я привил некоторые места, в которых есть противоречия. Прошу, говори. В послании к филиппийцам рассуждайте и поступайте так, как Христос. Хотя он был Богом по природе своей, он не держался за это свое равенство с Богом, но уничтожил себя самого, приняв образ раба и сделавшись по виду человеком. Он смирил себя до такой степени, что принял смерть и смерть на кресте. А посему Бог вознес его до высочайшего положения и дал ему имя выше всякого другого имени. Бог возвысил его. Да, не сам Иисус. Иисус, будучи в образе Бога, смирил себя. Хорошо, позволь мне спросить тебя. Когда Иисус был на земле как человек, был ли он Богом? Да, это был эстопастический союз. Сто процентов Бог и сто процентов человек. Хорошо, когда он был здесь, он был Богом. Ты сказал, что он был всемогущим и всезнающим. Но Иисус смирил себя. Тогда он не знал часа. Когда он стал человеком, он был послушным отцу. Когда он был человеком, знал ли он на часе? Нет, ведь он человек. Если он не знал, тогда он не всезнающий. Я знаю, что это странно. Я знаю. Подожди. Прямо здесь, в Евангелии от Марка 13, 32. Я знаю, что он говорит. Нет, ты хотел Писания, я цитирую тебе Писание. Хорошо. Но о том дне и часе никто не знает. Даже ангелы. Дай мне прочесть. Даже ангелы на небесах не сын. Не сын. Библия объясняет, что никто не знает часа, ни сын, только отец. Как ты сказал, если бы он был на земле, полностью богом всемогущим, всезнающим? Я нигде. Нет, ты сказал в начале дискуссии. Это записано. Он был на 100% богом и на 100% человеком, когда он был на земле. Я только что прочитал послание к филиппитам. Он смирил себя. Хорошо. Когда он был на земле, он не знал о часе. Когда он был на земле, нет. Если он не знал часа, значит, он не может быть богом. Потому что ты сказал, что бог знает все. Его больше нет на земле. Сейчас он со своим отцом. Ты снова переводишь. Вопрос в том, что когда он был на земле, был ли он полностью богом всезнающим? Ты сказал да. А теперь ты говоришь нет. Я не говорю нет. Он и есть бог. Я Аллах. Когда он был на земле, знал ли он о часе? Я только что сказал нет. Тогда он не знает всего. А это означает, согласно твоему определению, что он не может быть богом. Потому что он не знал всего. С тобой покончено, брат. Ты все. И у ангелова первая. В начале было слово. Слушай, бро. В начале было слово, и слово было богом. Смотри, очень просто. Очень просто. Это не очень просто. Когда он был на земле, был ли он полным богом? Да, он был богом. Хорошо. Знал ли он о часе? Ты завис. Я сказал тебе нет. Тогда он не бог. Потому что он чего-то не знал. И ранее ты сказал, что он знает все. Когда Иисус знал все, был ли он полным богом на земле? Да, он был полным богом. Нет, ты не отвечаешь на вопрос. Но он смирил себя. Когда Иисус был на земле, был ли он полным богом? Да. Знал ли он все? Нет. Значит, он не полный бог. Нет, нет. Ранее ты говорил другое. Ты уже готов. С тобой покончено. В Аллахе с тобой покончено. Хорошо, я могу сказать. Я могу говорить. Позволь мне закончить, и тогда ты можешь говорить. Это очень просто. Слушай, ты сам сказал, что полный бог знает все. Мы снова там. Я понял. Я знаю. Я лишь повторяю. Не волнуйся. Дай мне закончить. И ты скажешь. Когда ты сказал, что бог знает все, и что Иисус на земле был полным богом и знал все, всемогущий, всезнающий, полный бог, а затем ты попался на противоречие из твоей Библии, говоря, что он не знал часа. Так что ты не можешь одновременно быть двумя. Либо ты все знаешь, либо ты не знаешь всего. Либо ты квадрат, либо круг. Ты не можешь быть теми другим одновременно. Прошу. В конце концов, Библия зовет нас к вере в Иисуса Христа. И что он умер на кресте, и что он воскрес из могилы, и что он умер за наши грехи. Он является последней жертвой, которую нужно заплатить за наши грехи. Вы можете думать, что вы хорошие люди. Вы можете думать, что вы будете следовать заповедям, и вы будете делать добрые дела и прокладывать свой путь на небеса. Но вы не сможете прокласть свой путь в рай на небеса. Есть только один путь. Как говорит Иисус, был только один путь к Отцу, и это через Его Сына. Иисус говорит, что я есть путь истины и жизни, никто не придет к Отцу, кроме как через меня. Так что у меня может быть моя вера в то, что говорит Библия, что Иисус есть Сын Божий. И я буду придерживаться этой веры до того дня, когда я встану перед Сыном Божьим. А ты можешь сохранить свою веру в то, что Он не Сын Божий. И в тот день ты предстанешь перед Богом. И все мы предстанем перед Богом. И в тот день мы увидим, кто на самом деле прав. Твоя вера — это факт? Моя вера — это факт? Я не понял. Ты знаешь своего человека? Я знаю своего человека. То есть это не вера, правильно? Хорошо. Позволь мне сказать одну последнюю вещь, и я пойду. Я слушал тебя. Я ценю то, что ты ведешь уважительную дискуссию. Но твои ответы — это лишь режим проповедника. Ты не смог ответить на противоречия. И ты не смог ответить на то, знал ли Иисус все. И был ли Он Богом. Ты лишь переводил тему к проповедничеству. Мой совет тебе — не воспринимай это как «это только мой путь, а это твой». Смотри. Много братьев здесь. Вот эти братья. Они были христианами, католиками, иудеями, атеистами. А сегодня они мусульмане. И я сам вырос в церкви. Ты видишь, как много я изучал Библию. Если у тебя нет Корана, я дам тебе Коран. Просто прочитай его. Если ты не хочешь верить в него, не беспокойся об этом. Хорошо? Я ничего тебе не навязываю. Но не будь сразу предвзятым. Если ты обнаружишь, что эти противоречия верны, и что теологическое убеждение противоречиво, знание всего и незнание часа — это ошибка, прими правду. Я надеюсь, что Бог направит нас на прямой путь. Да, я надеюсь, что Бог направит нас на прямой путь, брат. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.